Подобная история и у одного из наших подразделений на Запорожском направлении. Анну Прокофьеву бойцы сопровождали на позиции, а пленные рассказали ей, что с ними было. С рассветом направляемся на передовые позиции в районе Работина. Противник в соседней посадке. Так близко, что даже не приходится поднимать в небо беспилотник. Наблюдаем в оптические приборы. Пехота? Да, в количестве до пяти человек. Привет. Старый блендаж, скорее всего, оборудуют под себя. Сейчас планируем отработать по ним. Противник от нас в зоне прямой видимости. Мы видим посадку, где они окапываются. Разрывы и приходы нашей артиллерии тоже можем наблюдать. Волт, доброта, и вывесил. Волт, да. Туда же. О, хорошо. Туда же, как принял. Да, да, да. Летит? Но противник нас тоже прекрасно видит. В небе постоянно курсирует вражеский беспилотник. То и дело, слышна работа кассет. В это время разрываются до 80 небольших осколочных бомб. Но некоторые не срабатывают и представляют огромную опасность на земле уже после обстрела. Часто они вообще, да, бьют кассетами? Постоянно. Но они как-то точечно или просто вот так вот по посадкам прочесывают? По посадкам бьют и не разрываются такие кассетки. И при нажатии или кто-нибудь наступит, отстегивают ногу, руки. Поэтому ни в коем случае нельзя их брать в руки. А вот разрывы, да? Да, это вот от этого. Это от кассет как раз. Даже если он пустой внутри, то если взять в руки и нажать на эту часть, то произойдет взрыв. Помимо работы артиллерии, активные боевые действия в районе Работина ведут бойцы 291-го полка. Сейчас у них тактика изменилась. Перешли больше к штурмам малыми группами. По 10 человек примерно. Отражаем удачно все их атаки. Иногда переходим в активное контрнаступление. Поступила сдача от высшедшего командования, что нужно забрать опорник. Основная группа у нас было 6 человек. К нами еще действовала штурмовая группа пехоты. Буквально за полчаса зачистили весь опорник и забрали его полностью. Захватили троих пленных, допросили их, добыли нужную нам информацию. Нас вечером туда привезли, на утро. Нас уже зачистили. Буквально за 5, минут 5-6 бой шел. Те, кто были наверху, возле блиндажа, не отстреливались. Потом полетели уже гранаты в блиндаж. С 10 человек вышло трое. Спасибо ребятам, что сохранили нам жизнь. Хлопцы нас забирали, а наши АЭС у нас сами начали крыть. А, сами же ваши вас крыли? Да. Это чтобы вы не ушли или просто не знали, что вы там? Чтобы мы не ушли. Ага. Камикадзе. Купивые дроны, они тоже били свои же. Да. Специально, да? У них в подразделениях есть специальные заградотряды. Но это, ну, заградотряды сделаны из бывших азовцев, вот, либо из иностранных наемников, которые просто поставлены там, чтобы унистажать тех, кто отходит. Под артиллерийским снарядом, снарядами отвели к себе уже блиндажи. Там поели теплым чаем, да, теплую одежду дали. Раненых перевязали, первую помощь дали. То, что нам говорили, что не сдавайтесь в плен, лучше гранату подорвите, потому что здесь хуже будет. Это неправда, ребята. Ну, туда нас хлопцы забрали, туда нас взяли в плен. Там вообще не было, не кушать, не вода, ничего. Да, вот за ранение платят? Ничего. Нет? Нет, ничего. Ни отпуска, ничего нет. И заставляют, иди, иди, и пофиг им. Я, честно, я очень рад, что меня хлопцы забрали. То есть все на самом деле не так, как в интернете они показывали? Нет, не так. Кто косяк пузырит тиктока, наиболее пойдет, сам посмотрит. Просто пойти туда, пообзирать, увидите. Но не воевать, а посмотреть. Я уже молил Господа, чтобы с этого боя вышли. Я иду в отказ. Пускай 7-10 лет тюрьмы дают. Я пускай лучше в тюрьме уже отсижу. Даже бы в плен попал, не попал бы, если бы. Я бы больше не пошел воевать. Что бы вообще посоветовал, пожелал своим сослуживцам, которые там остались еще? Ничего, лучше дома сидеть. Ничего им не надо нахерить. Это Украина. Честно. Анна Прокофьева, Дмитрий Киновский, Руслан Мещеряков. Запорожская область. Первый канал. Дмитрий Киновский, Руслан Мещеряков.